здравствуйте дорогие друзья продолжается серия наших передач во главе с академиком гейдаром амедовичем имановым и сегодня наш очередной гость марк иванович зобов ядаром амедович я прошу вас представить нашего гостя сделаю большим удовольствием марк иванович он чем президиума народной академии наук вечер которая специально создана для продвижения идеи атмосферная планета и он участник создания международного общественного движения атмосферная планета он прошел большой путь и жил я так же как и я начинал и вот сегодня вот философ и разрабатывает концепцию народного единения в нашем проекте у него достаточно много работ я надеюсь в вашем журнале это будет издать несколько статей в ближайшее время тогда читатели ваши субеют так сказать представить один гораздо больше вот кандидат наук технических наук радиоинженер начинал техника самолете во время полковых на берегу ашкарского моря ракета космической отрасли работал хорош человек я могу это сказать я представляю таким остальное он может сам о себе сказать но я лично горжусь что в нашей команде команде разработчиков проекта но сферная планета в котором к в котором азербайджан занимает можно даже сказать ключевое место как возможный модератор и инициатор этого проекта который вынесет эту проблему на уровень организации объединенных наций я считаю что вот разработки будут интересны для азербайджанских читателей спасибо большое ядер мамедович я хочу чтобы марк иванович немного рассказал о себе для наших зрителей прежде чем мы приступим к интервью ну я вообще-то говоря вот в эту политическую и идеологическую нишу попал можно сказать воле и судеб не планировалось мною по жизни вообще-то чем-то таким заниматься вот поскольку я очень любил свое дело технику закончил харьковский авиационный институт по радиоэлектронике и это меня захватило по полной программе вот но если бы не как говорится не восемьдесят девятый год восемьдесят девятый год для советского народа это был просто фантастический какой-то год вот когда были избраны вот народные депутаты ссср и шла открытая публика ну в общем-то по телевидению показ заседаний съезда народных депутатов ссср вот это взорвало то да весь советский союз и меня человека в общем-то аполитичного совершенно в советские годы я не был ни членом кпсс не в органах комсомольских не участвовал вот и меня это затянуло вот собственно с этого с этого началось мой мой поход в общественную а затем и в общественно научную сферу причем вы же помните по тем годам что вся страна советов кипела мыслью своей так вот поскольку все вот она ж гласность открытость публичность и самое главное вообще-то было не совсем понятно вот эта перестройка это куда но понятно откуда да вот из того советского союза которое было куда в какую точку двигаться ну вот с точки зрения вот постановки цели полагания была тогда полная непонятка полная какая-то каша в головах людей единственное что смогли предложить реформаторы это демплатформа тот момент это нечто типа демократического социализма обраста швеции так вот это единственное что ну и согласились все как говорится граждане давайте строить демократический социализм все-таки тоже социализм слово привычное на слух вот единство что демократии побольше вот и все вот и решили демократии побольше но потом получилось то что получилось как говорится думали как лучше да получилось как всегда вот и вот все это кстати черномырдина вот эти его интересные высказывания они и в украине повторяются и так далее то есть он очень удачно отмечал отдельные особенности да и вот тогда-то закипела мысль народная и все стали предлагать очередные варианты единственного верного учения так ну вот мы были так все заточены что учение должно быть верное одно вот как бы даже и не предполагалось ни у кого что вообще-то учений может быть и много точек зрения может быть много и все они в чем-то может быть и правы в какой-то части и может быть только вот совместное кстати коллективный разум вот та самая ноосфера которой мы здесь все время говорим вот только возможно коллективный разум в котором участвует сразу много точек зрения возможно вот такой вот симбиоз многих-многих умов и даст вот то самое усредненное единственно верное вот в таком ключе мысль у меня уже гораздо позже появилась но сначала тоже вот нацеленность на единственно верное было и вот так оно пошло и поехало уважаемые коллеги и вот считайте что более 30 лет более 30 лет я бывший технарь как говорится инженер-конструктор занялся проектированием светлого будущего вот и на сегодня вот то что мы имеем нашей общей копилки в рамках вот международного общественного движения на асферная планета вот и мой вклад в эту общую копилочку иметь место быть вот и я очень рад что у нас вот такой вот дружный коллектив сейчас сформировался и я верю успех нашего дела спасибо большое за представление я думаю что ваши идеи с помощью нашего канала и с помощью гейдара мамедовича обретет широкие массы и мы можем донести ваши идеи до большое количество людей и так макова ночью вы являетесь автором манифеста народного единения вся здесь чем возникла необходимость в его разработке и что вас подвигло на это ну вот как раз необходимость разработки возникла вот тогда в годы перестройки собственно говоря ведь смысл всей этой гласности всех этих разговоров заключался в чем переопределиться с целью вот это была цель коммунизм строили строили что-то оно как-то никуда-то не туда пошло вот значит надо было переопределиться с целью и вот это вот самое что ни на есть сложнейшая задача цели полагания и вот манифест народного единения это документ который был призван ответить на вот эту ключевую задачу а что же у нас вместо коммунизма предлагается то и вот читайте что первый вариант манифеста появился в 2005 году но читайте почти 20 лет с тех пор прошло манифест уже сейчас где-то в пятой редакции манифест изначально предполагался как документ вечно живой так то есть он ведь все время готов быть доработки как только мысль созрел я должен сказать следующее что вот за эти 20 лет с 2005 года и говорится на постсоветском пространстве в мире в целом произошли колоссальные изменения и вот то что я писал еще в 2005 году манифесте там значительной мере кое-что поменялось значит если говорить о тех радикальных изменениях которые произошли за эти вот 20 лет но это в первую очередь следует отметить появление интернета и широкое применение его как говорится в жизни человечества вот человечество перешло в этот отрезок времени с как говорится индустриального этапа своего развития на постиндустриальный либо информационный так вот это более точно допустим информационное общество сегодня но большая часть как говорится производимого продукта данном случае интеллектуального продукта в первую очередь это как говорится то что делают айти технологи то есть это производство информации контента и технологических средств которые это все обеспечивают вот мы где сейчас находимся и вот это обстоятельство привело к изменению кардинального своего общества вот казалось бы всего-навсего технические средства появилась это привело к изменению всего общества какое именно изменение стало всем все видно и слышно то что раньше было скрыто от глаз людей во многом сейчас пожалуйста сейчас все сейчас даже секреты очень быстро всплывают и появляется в интернете знаете вот и и и все как говорится стало видно что король голый знаете вот и вот вот все и ну никуда никакую гадость не спрячешь никакую подлость не спрячешь она стала видна и вытаскивается мы журналисты очень наглядно это все понимаем раньше информацию которую могли донести до широкой общественности только журналисты телеканала и и публикации сейчас любой человек имея в руках телефон выйдя в прямой эфир может стать журналистом и опубликовать любое действие с любой точкой земли вы сказали что многое изменилось за 20 лет но я еще могу дополнить что за два года сначала разногласий военном плане между россией и украиной еще больше изменений произошло и вот я хотел бы узнать от вас суть манифеста народного единения в кратком изложении как вы можете нам его рассказать в кратком изложении следующего значит вот вся предшествующая история человеческого сообщества она крутилась вокруг двух как говорится а задач или вокруг двух осей одна это вопрос собственности а вторая вопрос власти и почему они очень тесно связаны мы знаем у кого власть тот под себя и собственность подгребает так вот и поэтому вся история человечества как вот там по марксу и так далее это была история борьбы классов и так далее и тому подобное история войн и так далее это война которая сейчас кстати идет она тоже ж вокруг этого так вот но вот российское руководство ввязавшись в эту войну и в общем-то инициировали и и конечном счете вдруг поняло что без духовного наполнения что-то не идет понимаете то есть и вынужден был тогда российский президент поставить вопрос об охране как говорится традиционных духовных ценностей и так далее тому подобное то есть вот тут-то и всплыло вот это главное ребята без духа никак армия сильна духом и народ силен духом и вот это стало понятно и кстати вот это вот проблема с бездуховностью она ведь повсеместная так вот если взять допустим европейский союз при всем великолепии его материального обеспечения до тех высот которые они достигли ведь это вымирающая цивилизации все же это знаю что их место заполняет как раз вот представители азии африки да то есть уже и этот лондон и этот париж его уже не узнать если смотреть на лица да вот что и что происходит вроде бы полная как говорится полная обеспеченность материальном плане сытая довольная жизнь и вот и вымирают не хотят просто размножаться не видят смысла не видят смысла иметь детей а зачем нужны эти дети они как говорится это лишняя обуза то ли дело самому прожить так вот если говорить о манифесте возвращаясь к нему то пунктом номер один сейчас ставится задача духовности вот потому что иначе человечество обречено и и в плане вымирания и в плане экологии и в плане войн и так далее и согласитесь но это совершенная какая-то дикость на сегодня производить орудия убийства людей так и эти орудия запускать еще и в дело это ну ни в какие не укладывается в голове это при том что на самых самых высоких ооновских трибун все время говорится о том что человеческая жизнь превыше всего и так далее и тому подобное да и это же а а ведь обратите внимание то есть аморальность высочайшего уровня когда повсеместная ложь когда говорится одно делается другое так вот пункт номер один жить по духовному а что значит по духовному жить по любви кстати это вот так как записывалось еще в священном писании то есть исполнить эту заповедь жития по любви полной мере вот какая постановка сейчас задачи причем она уже ставится нами как бы ну не в христианском там ключе там или в иудейском там или еще в каком-то а в общечеловеческом то есть весь манифест написан на основе общечеловеческих духовных ценностей так вот это первый прошу прощения у вас помимо духовность еще экономическое и общественное самоуправление сейчас скажу я хотел чтобы вы из каждого понемногу нам объяснили вот из трех частей духовное потом к экономической сфере ну вот по духовной этот объем достаточно или надо дополнить достаточно экономическая духовная сфера это такая что мы с рождения об этом говорим нас и учат этому религия и если люди соблюдали того чего и учат их семьях и духовности могло быть намного больше чем сейчас давайте он поговорим о экономической составляющей и вот смотрите вот допустим те же самые 10 заповедей написаны под единым как говорится лозунгом возлюби ближнего своего да вот и поэтому все как говорится эти 10 заповедей проникнуты этим тезисом ключевым основополагающим и вот мы смотрим допустим не убить да вот тебе пожалуйста и война во всю но вот то есть вот это ну противоречие вопиющее а теперь дальше не укради да вот а что это значит что это значит ну это во первых вообще-то чтобы что-то украсть надо было понятно вообще это чье потому что кража это когда ты воруешь что-то чужое так вот все начинается с того что вначале должно быть определено а кому что принадлежите на каких основаниях да и так чтобы это было по справедливости вот а на сегодняшний день что мы имеем мы имеем сверх богатых и нищих до роющихся в мусорках помойках это разве по справедливому да наверняка что нет и об этом все говорят но не знают что делать как с этим мы как как решить эту задачу решается она очень просто это то что мы вводим у нас в экономическом блоке есть так называемые естественное право собственности на результаты своего труда вот то что ты сделал это твое так и никто не сомневается в этом все соглашаются да это воды труда человека это его и это естественным образом его а теперь следующий вопрос а если это сделал коллектив тогда это чье ну все говорят ну нормально тогда это значит принадлежит коллективу а коллектив пусть как-то там решит вопрос потом поделить доход там прибыль или что-то такое но то есть изначально опять таки те кто потрудился тому и принадлежит а что мы сегодня имеем причем в соответствии с законодательством трудится коллектива присваивать допустим один человек и лично решает потом кому чему так вот так вот это вот есть противоречие естественному праву на результаты труда мы предлагаем вот это естественное право на результаты труда узаконить в конституцию ввести и уже на основании вот этого пункта решать вопросы распределения произведенных благ а иначе получается так произвел вот так как сегодня произвели одни а присвоил другой а это есть по сути по своей краже понимаете только публичное и узаконенное вот значит я вам хочу сказать следующее вот в россии в 2004 году был принят свод правил в хозяйственной деятельности этот свод был принят православной церкви российской так и там я впервые свои говорится жизни прочел о том что вот такое вот распределение несправедливое произведенного между работниками и собственниками предприятия вот это есть хищение то есть это написано прямым текстом понимаете вот так а что получилось когда священное писание писали там этого не написали и получилось что жили две тысячи там чем-то лет вот так вот как жили и вот только когда в россии начался вот этот беспредел 90-х лет и когда появились голодающие нищие и сверх богатые вот тогда церковь вынуждена была поставить этот вопрос и они тогда приняли этот свод правил так что вот где решение задачи мы видим в изменении отношений собственности это раз второе а вот теперь что касается общественного самоуправления или вообще по простому тема власти а прежде чем переходить к общественного самоуправления или же политической сфере вот по экономической теории я хочу вам вопрос задать у вас там три принципа каждому по результатам труда принцип социальных гарантий то есть коллективный труд и самый интересный последний принцип бесплатного получения благ они получатся лишь что все члены общества будут придерживаться 30 третьего принципа потому что всеми нами управляет лень и все хотят все бесплатно получить вот великолепный вопрос ну во первых чтобы понятно значит вообще вот это вот тема безусловного базового дохода она уже имеет давние корни она давно уже думалась так вот и ее уже кое-где опробируют локальным способом кстати швейцарии референдум провели даже на эту тему но и загубили эту тему там народ не поддержал дело потому что швейцарцы они каждую копейку считают понимаете вот и ничего лишнего на сторону не пустят так вот значит понимаете мы то что предлагаем это что мы предлагаем светлое будущее это не это не для сегодняшних человеков потому что сегодняшние человеке с массой как говорится нехороших качеств понимаете вот вот этот на трансформация в гармоничное общество мы видим как минимум два поколения вот это те самые мои сейские 40 лет или 50 лет то есть это для тех людей а вот те люди которые будут через 40 через 50 лет мы надеемся что они уже будут жить по тем духовным заповедям которые прописаны в манифесте так вот и самое главное вот что вот мы вы абсолютно верно сказали что лень она вот это двигатель прогресса в советские годы ли двигатель прогресса да это так понимаете вот как там в известном этом самом мультике советских лет пройдем овощи поели на и поспать поспали один поесть вот двухпунктная такая формула жизни так вот все дело в том что у человека помимо лени есть еще вот это такое как знаете говорит шило в одном месте да вот человеку все время хочется что-то делать особенно дети те вообще их остановить невозможно это сплошные делать или им бы только что-то делать так вот или разрушать или строить ну ладно что-то делать у человека потребность в самореализации вот с точки зрения абрахама масло удаст его пирамида базовых потребностей человека вот на самой верхушечке этих потребностей находится потребность в самоактуализации в самореализации то есть это естественно это тоже потребность человека и и ежели вот это потребность человека самого раннего детства в человечке как говорится подпитывается то есть актуализируется то человек будет расти по своей жизни стремление все время что-то делать понимаете вот это потребность которое остановить невозможно просыпайся и уже хочется что-то сделать понимаете а не продолжать дальше лежать да когда уже на пенсии уже в таком возрасте когда уже шевелиться не хочется это понятно на печи ложишься так вот а вот молодой энергичный возраст детский юношеский зрелый возраст это это творение это сплошное творение и поэтому вот мы говорим о том что главная формула счастья которая есть она идет кстати от аристотеля да вот там где аристотель говорит о том что счастье человека в реализации его талантов так вот а потом григорий савич сковорода это наш славянский как говорится основоположник философской мысли там и русской украинской белорусской он так написал это продолжая мысль аристотеля о том что быть счастливым это значит познать себя так или свою природу взять судьбу в свои руки и делать свое дело не через делание через активный образ жизни они через день олень это хорошая штука она тоже в чем-то полезно как я говорю о том что и надеть и изобретение человечества получены только в результате лени не будем да да давайте перейдем к общественному самоуправлению а что вы нам можете рассказать про политические принципы вашего проекта ну тут хотелось бы отметить следующим что человеческое сообщество в отличие от всех других живых сообществ я имею ввиду там волчьи стаи олени обезьяны и все остальные прочие товарищи но вот они как на своих как говорится пальмах сидели так и сидят вот эти тысячелетия там и так далее а вот человеческое сообщество вдруг почему-то прогрессирует развивается и развивается не только там в экономическом плане так далее но и плане общественных отношений в том числе и вот системе как говорится властвования в системе управления тоже происходит развитие так так вот если посмотреть ну вкратце об истоках этого развития почему это вообще для человека свойственно в отличие от всех остальных живых организмов связано это с принципиальным отличием человека от всех остальных животных и это отличие обусловлено спецификой организации головного мозга где его как говорится так называемая новая кора неокортекс вот обладает уникальными способностями которые позволяют человеку абстрактно символьно мыслить то есть не только запечатлевать образы вокруг себя но и трансформировать это в слова в символы буквы и потом все это переносить печатать где-то писать и так далее и передавать эту информацию другим и передавать том числе последующим поколениям и вот таким образом человек начал накапливать знания об окружающем мире от поколения к поколению вот это позволило как раз и развивать человеческое сообщество вот и вот это вот уникальная способность это исключительно благодаря вот этому нашему устройству вот так вот причины такой нашей особенности есть разные теории вы знаете есть дарвина которого я как говорится приветствую этот подход есть божественная версия происхождения человека есть кстати космические версии что нам сюда как говорится забрасывают и надо кое-чего инопланетный разум и смотрит что у нас тут получится я такую версию читал как о том что у нас же там австралопитики неандертальцы и и кого там только не было до того как появился такой вид как мы вот все они правда почему-то вымерли вот и кстати наше существование гомо сапиенса тоже под вопросом почему мы как говорится и беспокоимся на эту тему и так человеческое сообщество развивалось но изначально оно было построено и развивается по образцу как все в природе а природе как если есть кто-то наиболее сильный то он правит всеми остальными так вот это естественное как говорится состояние дел и она точно такой же и у человека вот но вот история части показывает что вот эта форма монопольного допустим правления там анархи и так далее там королев это очень летная штука вот но она постепенно отходит отходит уступает место демократическим механизмам причем это идет свойствище летия и как говорится столетия и вот первое упоминание о демократии это греческая да мы помним рабовладельческая кстати демократия там рабовладельцы демократию с собой играли вот значит и вот что мы имеем на сегодня уже в прошлом столетии к управлению обществом большинстве продвинутых демократических стран подключилась подключили все дееспособные взрослые граждане так то есть всеобщее избирательное право ну она воцарилась большинстве стран продвинутых так то есть это совершенно иное состояние отличное от того что в живой природе то есть вот у нас у людей как оказалось появились свои правила игры и организации общественного бытия а что же впереди нас ждет ежели вот взять и продолжить развитие вот этого тенденции да вот и вот тут то мы как раз и упираемся в то что мы сегодня называем на сферой так то есть с неизбежностью человечество в виде произойдет формирование коллективного разума человечества оно сейчас уже происходит оно идет стихийным образом как и положено вот эти все сетевые сообщества да и так далее в интернете это есть островки уже зачатки будущего глобального коллективного разума человечества так и то же самое происходит на уровне отдельных стран на уровне отдельных населенных пунктов и так далее вот так что впереди а ну я уже тут коллектив еще этот искусственный интеллект и все остальное прочее что нас там еще ждет впереди только даже придумать невозможно так ну вот и все это чипизация цифровизация и так далее и тому подобное так что впереди с неизбежностью ожидает все человечество такая форма совместного бытия когда все граждане будут при своем желании естественно подключены к принятию общих решений обсуждению их и так далее и тому подобное то есть когда все на равных они так что вот есть самые типа умные вот они будут нами править да нет они-то пусть правят но законы по которым они правят будем мы вместе определять а правят да пусть самые умные мы поставим они будут но они будут реализовывать нашу общую волю коллективного нашего разума вот такая диспозиция просматривается так то есть она слушаю мне конечно все приятно я конечно тоже хотел бы стать вашим сторонником но когда речь идет о коллективном имуществе и в том числе и таком обществе где коллективный разум духовные как бы да такие моменты но для этого нужны сторонники и вот мне интересно вас на сегодняшний день вот идеи гармоничного общества много ли сторонников имеет ну я вот по пальцам не считал так вот могу сказать одно что я уже вот эту тему ну второй третий десяток толкают и должен сказать что нигде не встречался мне такой случай чтобы кто-то сказал что это все неправильно вот такого никто не говорил единственное что говорят и продолжает говорить ой но это утопия этого такого никогда не было и такого поэтому никогда не будет ряде вот я им в ответ говорю вы знаете гаджетов тоже не было до интернета не было а утер есть а когда-то об этом только фантасты писали но ты считалось что это фантазии типа того так вот товарищи я вам хочу сказать следующее идея гармонии она тоже довольно древненькая она там из тысячелетий тоже идет так вот и кстати вот идею построения гармоничного общества впервые заявил шарль фурье так вот всем известный нам как говорится тоже в силу этого утопист его так называли социалист отописток вот но вместе с тем эта же идея прижилась и на сегодня китай китай строит гармоничное общество то есть наряду с тем что там риторика сохраняется социализм и так далее со китайской спецификой и вместе с тем они заговорили гармоничном обществе и кстати что их на это подвигло а подвигло вот обстоятельства когда в китае запустили как говорится вот эту гибридную формулу с участием частного капитала да то есть социализм частным капиталом и начались вот эти самые диспропорции в доходах сильная разница и так далее и тому подобное то есть прошла вот эта конфликтность и вот тут-то они и заговорили о гармоничном обществе а гармонизации отношений вот ситуации когда есть частный капитал и так далее вот так что я к чему идея гармоничного общества это идея которая уже сейчас воплощается вот на территории где живут полтора миллиарда людей так вот так что это не совсем уже утопия это уже и практика бытия нашего человечества так и то же самое если говорить о теме счастья по поводу которой нам говорят а это тоже утопия это все было утопия когда я еще написал манифест с целеполаганием виде счастья в 2005 году а уже в 2011 году генеральная ассамблея организация объединенных наций приняла резолюцию о счастье знаете ну вот и мне подавали но марк ну ты ж молодец ну ты посмотри ты еще вот тогда написала вот генеральная ассамблея он немножечко протормозила и вот через шесть лет пожалуйста приняла резолюцию и на сегодняшний день можно просто всем говорить товарищи глобальное целеполагание человеческого уже определила она сказала счастье человеческое вот во имя чего должны предприниматься все усилия и вся политика страны и государства должна быть направленная на счастье человека на счастье гражданина в данном случае азербайджана там россии и так далее и тому подобное и вот наш манифест ставит во главу угла именно эту цель отталкиваясь в том числе от резолюции генеральной ассамблеи организации объединенных наций то есть наш манифест знаете написан в принципе так как вы же помните помните советские годы как писалось руководствуясь решениями коммунистической партии и правительства и начинаем вот это делать и мы точно также пишем наш манифест руководствуясь резолюции генеральной ассамблеи организации объединенных наций написан наш манифест но это замечательно что он вас поддерживает но я со своей стороны хочу подчеркнуть что 2021-2023 годах вы по итогам которых заседание народной академии наук было инициировано создание международного общественного движения за гармоничное общество в состав которого входят и наш уважаемый гидар мамедович и в том числе господин ширкопляс евгений валентиновичка с которым мы вчера общались и в том числе вы туда входите помимо вас там есть еще василь николаевич василенко из волгограда людьмира степановна корнеева из новосибирска и еще мы там видим владимир ивановича патрушева который тоже не мое и принимает активное участие думаю что с помощью гейдара мамедовича мы со всеми этими людьми отдельно будем общаться насчет идеи гармонического общества я вот хотел бы узнать вот вы в начале нашей передачи говорили про 89 год когда ученым дали скажем толчок после карбачевской перестройки но тогда все этим занимались тогда было очень много экстрасенсов мы помним кашпировского всяких чумаков так далее но сейчас их никого нету а вот продолжать вот такую идею что вас вдохновляет чтобы вот спустя три десятилетия все равно продолжайте вот этот путь откуда берете вдохновение вот знаете вот это для любого человека свойственно если он начинает что-то делать он видит что получается да ну вот и он тогда понимаешь что на верном пути все нормально тогда делаем дальше двигаем дальше и у меня собственно говоря вот эти все 20-30 лет это повосходящий то есть у меня такого не было что вот раз и потом куда-то запал расстроился что-то ничего не получается они трудности есть естественно когда ты топчешь лыжню да как говорится по тебе тяжелее всего ты первый да вот но ничего а потом смотришь а сзади уже подтягивается народ уже тема тоже народовластия которая попугивает вот но она для допустим для украины где я да она как бы очень органично потому что украинцы вот такая интересная нация в этом плане у них никогда не было ни чина почитание ничего и так далее то есть это типа анархия в какой-то степени можно сказать да ну и кстати батька махну оттуда же да вот поэтому для украины это очень характерно вот такая вот формула под названием народовластика да громада как говорится правит народ правит а гетьмана избрали вот он пусть отдувается если что не так мы его быстро и задвинули понимаете очень легко легкий на расправу в этом плане украинцы вот поэтому мне тут оказалось в этом плане довольно комфортно эту тему развивать а вот сейчас на территории вот россии и и и бывших других советских республик там тяжелее естественно идет потому что иная культура иной менталитет и я думаю что вот для азербайджана тоже сейчас вот идея народовластия на как бы не 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 времени понимаете еще но разговаривать на эту тему надо и имеет смысл для того чтобы видна была дальняя перспектива может быть лет через пятьдесят через сто говорится здесь народ социум уже вызреет для того чтобы тоже коллективным разумом править и так далее вот я хочу сказать я сейчас прошу прощения понимаете тут у нас иногда это у нас в традиции революционное мышление типа сегодня решили завтра уже народовластия нет но это это я же говорю это пару поколений как минимум понимаете чтобы выросли совершенно новые люди с другим мышлением я бы хотел вас попросить заключение сказать несколько слов нашим зрителям а наши зрители благодаря гейдара иманова гейдара мамедовича находятся и в россии и в украине в азербайджане у нас почти получается международная конференция мини-формате поэтому вот заключение чтобы хотели сказать нашим зрителям а вот понимаете на что интересно вот как она так получилось да что вот именно здесь на территории азербайджана происходит сейчас вот этот наш с вами разговор да но не где-то не в какой-то другой республике бывшего советского союза да а вот именно здесь так вот для меня это очень знаковый момент значит здесь вот в этом месте на этой территории в это время с именно с этими людьми и и можно сделать вот это общее дело которое мы затеваем и ноосферную цивилизацию выстроить это то есть то есть цивилизация коллективного разума так человечество вот начать выстраивать отсюда и отсюда пусть я говорю народовластия это оставим пока там украине пусть может быть на территории украины быстрее этот процесс пойдет вот но носить на сегодня что важно на сегодня важно начинать объединять людей вот когда мы говорим что у нас манифест народного единения да то опять же возникает вопрос а с чего бы начать объединять нации то есть народы разных стран вот так вот вот идея которую дарма медович подвигает она на мой взгляд очень органично понимаете ведь объединение вот так славяно-туркский тюркский союз я бы так сказал да вот две вот эти ветви православия да вот и ислам у них очень многие ценностные основания совпадают понимаете вот даже скажем вот это вот это о чем говорил не укради да вот дело в том что вот этот судный процент да который на котором держится западная цивилизация да вот он отсутствует в исламе судный процент правильно же я говорю да вот вот а это одно а вот в прошлом году в россии уже инициатива началась был подписан какой-то такой пилотный проект на котором предлагается часть регионов россии обеспечить там исламский банкинг попробовать давайте а это как раз вот это есть начало объединения вот на основе общих как говорится ценностных оснований поэтому на мой взгляд это очень удачная инициатива со стороны гейдара мамедовича и плюс тут же еще что важно вот лидеры азербайджана что как говорится отец гейдар и алиев да что вот его сын нынешний президент они вот с точки зрения личностных качеств я бы в первую очередь знаете отметил вот такую восточную мудрость да неспешность неторопливость вот это очень важное качество в решении сложнейших стратегических задач вот поэтому на мой взгляд тут срастается как бы вот все и вот и идейные ценностные основания и личностные качества лидеров вот и и кстати понимаете в чем дело я вот я сегодня ну посмотрел вот вашу историю историю болезни до договориться вот ведь вы исторически получается тоже вот работали на идее единения понимаете но этот мы все здесь вот трое нас сегодня участников мышь мы уже и дедомышленники мы уже на едином дыхании так и я на учить и вот это единое дыхание вот она поможет нам реализовать наши вот эти высокие спасибо большое спасибо большое марк иванович я думаю что гейдара моментова тоже есть что сказать заключение очень интересное интервью прекрасные ответы которые давал сегодня наш гость наш гость и я бы хотел бы конечно ряд вещей прокомментировать целиком и полностью поддерживая идеи марк ивановича по части и народовластия и народного единения и других его работ которые я надеюсь что мы опубликуем в вашем издании но хочу сказать следующее вот по по управлению по власти я те годы когда начались события в азербайджане которые в общем то завершились торгической с торгической январе 90-го года я жил генджи я был директором генджинского фарфоров завода и там происходили те же самые процессы как и вообще по всему азербайджану и видеть что происходит я был в гуще событий потом власти пришел так называемый народный фронт я видел результаты этой власти понимаете 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 вплоть до этих митингов которые заканчивались вообще-то очень драматически да и закончились так вот пока не пришел Идарий Ильич власти к власти которого призвал народ кстати говоря да и не навел порядок в стране причем мудро без всяких жестких каких-то мер во время выступления выхода прямо не постараться к народу понимаете тогда когда уже возникали попытки бунта попытки переворота да и ситуацию стабилизировал на долгие годы несмотря на то что были 20 процента практически наша территория оккупирована он сумел восстановить жизнь в стране поднять его на достойный уровень и самое главное подготовить человека который сумел эти территории вернуть и я могу сказать сегодня наш президент это лидер планетарного масштаба он реализовывает проекты которые далеко за пределами азербайджана четыре года возглавлял движение непросидевших странах это 120 стран и его просили еще год на один год такого не было вообще случая чтобы продлили срок руководства то есть все вот эти все эти вот примеры которые я привожу нас подтолкнули на то чтобы выдвинуть идею ноосферной планеты создание евразийской ноосферной цивилизации что это может исходить из азербайджана и из сегодняшнего лидера президента эрхама алиева должен сказать что меня на эту идею подтолкнула его же идея 3 плюс 3 обратите внимание 3 плюс 3 это и есть собственно одна из форм проявления славяно-тюркской православно-исламской синергии мы так и назвали наша наша работа славяно-тюркской синергии более того я хочу сказать что и сам Владимир Владимирович Путин еще 2001 году заявил о том что Россия будет идти он заявил следующее да современник Горнатский еще в начале XX века создал учрение об объединяющем человечестве человечество пространстве ноосфере в нем сочетается интересы стран и народов природы и общества научное знание и государственная политика именно на фундаменте этого учения фактически строится сегодня концепция устойчивого развития это заявление Владимир Владимирович Путин почему это не было реализовано я надеюсь сейчас у него есть основания и возможности реализовать эту идею да но почему нам эту идею не реализовать у себя начать реализацию и в Азербайджане чтобы Азербайджан был инициатором и модератором идеи создания евразийской ноосферной цивилизации это не утопия и это не два поколения я считаю что это все можно сделать за одно поколение кто выиграл войну во второй отечественной войне учителя которые подготовили детей создали в них духовные ценности воспитали в них духовные ценности и эти студенты победили в этой войне под руководством опять же гениального руководителя страны в то время откуда появились маршалы Советского Союза которые победили войне это тоже не царские офицеры не царские это были советские и они возникли в течение одного поколения я хочу привести последнюю это Вернадский еще в 1938 году сказал что придет время может быть через некоторое поколение что ноосферная идея будет целеполаганием государственной власти во всех странах в 1938 году и мы видим что этот процесс идет и я очень рассчитываю на то что мы сумеем этот процесс начать в Азербайджане в моем родном Азербайджане вот так я хочу поблагодарить еще раз и хочу сказать что всего это можно достигнуть в течение одного поколения через образование надо посмотреть цели образования понимаете вот создают новые университеты новые учебные заведения и сразу начинают с программ не с программ надо начинать надо начинать с цели полагания зачем это обучение для чего кому когда вот эти вопросы надо ставить прежде всего чем создавать университеты и мы готовы разрабатывать эти концепции в 2005 году я разрабатывал концепцию рекордной системы образования в Азербайджане она рассматривалась достаточно подробно надеюсь что сейчас уже возможно к этой концепции возвращаться спасибо вам большое спасибо большое за мероприятие вам спасибо Агейдар Мамедович за организацию данного мероприятия я думаю что наше интервью продолжится и будут служить на благо общества и Азербайджан и России и в целом всей тюрко-славянской общественности благодаря за участие Марка Ивановича спасибо большое спасибо большое всех благ спасибо до свидания спасибо большое до свидания до свидания до свидания до свидания